так приветствую всех сегодня у нас с вами зум на тему считаем наши доходы а и маркетинг и амбе network правильно что это означает это означает что когда мы сюда приходим и относимся к этому как бизнесу нам важно не просто завести деньги и радоваться тому что приходят какие-то нам прибыли да но и четко понимать сколько мы зарабатываем процентах долларах и рублях если вы хотите да пересчитывать в день и в месяц вот это прямо очень важно речь идет данном случае о чем я говорю что это не просто деньги которые приходят нам кабинет и мы смотрим раздел статистика да сколько каждый день добавляется но мы должны понимать сколько там чистой прибыли то есть то что мы можем брать оттуда и выводить на себя без ущерба для кабинета как вы понимаете это крайне важно настроить такой баланс бизнесе чтобы он как минимум не ухудшался доходы не уменьшались но в идеале конечно чтобы доходы постоянно росли и так сейчас мы будем с вами в начале так как это зум предполагается для новичков в первую очередь то есть те кто еще не совсем понимают как считать и что означает какие цифры в наших отчетах и тоже будет касаться и баланса но потому что если вы начинаете строить команду возникает этот вопрос дисбалансом и вы не понимаете почему вдруг только вот возникла кнопочка долгожданная вы на нее нажимаете допустим первую часть забрали бонусом а вторую уже не можете забрать да кнопка исчезает или не успели вовремя взять кнопка исчезла и вы грустные не знаете что делать вот теперь мы с вами все это посчитаем и разберемся как наблюдать за всем этим стараться делать так чтобы сохранять этот баланс вот ну или по крайней мере понимать что делать когда дисбаланс нарушен и так давайте посмотрим сначала первый пункт нас в плане да это какие семь видов дохода есть ну скажем мы назовем все виды дохода которые есть предлагает аймаркетинг и аймб-нетверк вместе для того чтобы мы понимали насколько вообще у нас много возможностей и дальше мы уже пойдем уже к цифрам и так значит первые всем известны это то что нам всем нравится это пассивный доход да то куда мы приглашаем наших друзей и знакомых и так далее это то когда мы вкладываем сюда определенные деньги на них идет запад рекламы и мы только наблюдаем за тем сколько мы зарабатываем как радостно увеличиваются цифры и мы понимаем что когда вся сумма отработала мы получили денег больше чем мы вложили в них в этот кабинет и вот это вот пассивный доход который мы постоянно получаем делая реинвесты мы все время радостно видим увеличение доходов что-то выводим и это наш основной такой пассивный источник дохода для кого-то основной на начальном этапе но дальше появляются еще и другие источники дохода второй вариант второй источник дохода это пять процентов от тех денег которые мы приглашаем людей нашу первую линию они приходят нам а и маркетинге на зеленую карту да нашим кабинет то есть мы кого-то пригласили своих друзей они пополнили например 100 долларов мы пять долларов получаем себе на карту на зеленую карту и радуемся да значит это второй источник дохода другими словами чем больше людей будет приходить и чем больше наши друзья знакомые и так далее будут делать реинвестов тем мы будем больше получать процентов в виде вот этого вот пятипроцентного дохода в кабинете а и маркетинг на зеленой карте так третий вид дохода который имеет отношение тоже а и маркетинг это онлайн шоппинг онлайн шоппинг это скажем кэшбэки на кэшбэки которые мы получаем от наших же покупок не обязательно но не только от наших покупок если например вы занимаетесь онлайн торговли или там арбитражом трафика вы можете кроме того что сами делаете себе возвраты денег например вот я лично не покупал телефон или что-то еще по нашим ссылкам которые у нас есть онлайн шоппинге внутри нашего кабинета но истории которые из наших партнеров которые работают в компании допустим приобретается телефон онлайн и обратно потом заходит допустим от айфона он сколько там стоит там больше 1000 долларов обратно может заходить на 78 90 долларов хорошие такой сумма которая возвращается к нам обратно в виде кэшбэка значит я лично покупал какие-то мелочи там 1 алиэкспрессе алиэкспрессе да чуть-чуть что-то да я видел этот кэшбэк от онлайн покупок не приходил и так как же этот способ онлайн шоппинга можно было бы использовать коммерческих целей да то есть если вдруг представляем что вы решили на нем тоже зарабатывать то это может быть так если у вас есть группа вконтакте друзья знакомы вы находите интересные вещи которые например там же алиэкспрессе нехорошие партнерки любую другие товары из которой у нас есть где можно сгенерировать ссылку в разделе онлайн шоппинга и ее рекламируйте вы можете даже открыть такую группу где там например вы будете искать достаточно интересные товары необычные или трендовые или что-то еще и рекламируйте все кто будет переходить по этой ссылке они будут покупать это а вы будете получать свой кэшбэк который будет виден внутри кабинета в разделе онлайн жопы с этим понятно это такой достаточно удобный способ заработка для тех кто соцсетях занимается может продвижением иметь какие-то группы то здесь в данном случае вам не нужно ходить по разным арбитражным компаниям то есть те кто арбитражника собирает для реализации агрегаторы так называемые вот можете прямо здесь внутри одного своего кабинета получать стабильный доход этот номер 3 дальше еще у нас есть оффлайн шоппинг оффлайн до сих пор он работал в виде чеков когда мы их загружали кабинета да то есть это тоже такой был кейси там ходил макдональдс и добавляли туда чеки в кабинеты и сейчас руки поднимают вот смотрите у нас есть табличка куда вы можете форма такая куда вы можете вопросы свои отправлять нет что это всегда отправлять вопрос потому что вот в рамках таких зубов мы не отвечаем на вопросы для того чтобы можно было хорошо подготовиться и дать вам отличные ответы на ваши вопросы и так оффлайн шоппинг оффлайн шоппинг это понятно то есть как с чеками и скоро это будет они будут привязаны к картам и соответственно все что мы будем покупать на наших картах вот эти вот зеленые да то есть нам будет если мы закажем кто-то делал предзаказ кто-то будет потом скоро за 20 долларов заказ карты и когда мы получим будем ею где-то рассчитываться и если этот магазин или что-то еще он входит в систему кэшбэка будем получать денежки огромное это тоже сэкономленные деньги так скажем дополнительный источник дохода потому что так бы они бы не пришли а так вы по факту считается что заработали так что у нас еще есть еще такой совсем небольшой источник дохода но тоже прикольные задания от компании то есть вы можете зайти там по кнопке покликать там еще что-то но если там совсем никто есть время можно тоже попробовать почему не такие задания которые дают большой доход может в будущем компания разольет это направление и будут какие-то более денежные задания для тех людей которые вообще без денег ходят им хотелось бы что-то поделать получить доход и так что еще нас есть еще два вида дохода у нас приходит от компании то есть иногда люди приходят сюда нами и даже не знают о том что здесь две компании объединились для того чтобы быть полезными другу и таким образом мы получаем имеем возможность получать доход от двух компаний двух источников одновременно каким образом это выглядит это выглядит так что когда мы строим команду когда мы строим команду приглашаем людей а наши люди из первой линии до приглашают новых людей то когда эта команда развивается мы получаем и вот за вот это обучение за то что мы развиваем довольно все довольных партнеров, так скажем, за это компания нам платит определенные деньги в виде бонусов и так называемых пертенеров. То есть бонусы, они рассчитываются, исходя из того, какой общий оборот по всей нашей команде, которую мы построили ниже первого уровня, вот когда этот оборот, есть табличка, мы с вами еще сегодня не коснемся, поэтому долго не буду, она не останавливается, мы получаем определенные проценты от 5 до 15 процентов. Ой. Ну, да, от 5 до... Давайте мы сейчас... Бонусы, вернее, простите, это я про портель, сказал, да, от 5 до 15 процентов. А бонусы, они вот от 100 долларов и дальше ступенечками они двигаются. То есть, допустим, 100 долларов, 500 долларов бонус, да, если там оборот 8, 192, и так далее, полторы тысячи долларов, 2,500, 5, и табличка там есть. Мы еще с вами ее коснемся. И вот портельки, это то, что, вот я говорил, от 5 до 15 процентов от того оборота, который делает вся ваша команда вниз, начиная даже с первого уровня. и как они распределяются, тоже есть в кабинете, и можно посмотреть. То есть, здесь что хорошо, компания сделала настолько удобный маркетинг, потому что, если под нами есть где-то внизу работающий человек, который прям активно, да, он сам строит команду или там делает обороты, а между ним и нами там 10 человек, человек, но они не работают, ну, каким-то образом, да, остановились их кабинеты, то есть такая компрессия, и мы будем получать проценты наши, вот если у нас вот между нами тем человеком никто их не забирает, такой же уровень, нет у нас такого же лидера с таким уровнем, то мы получаем прям проценты до нас доходят в самый верх, независимо от того, как глубоко тот человек находится. Ну, вот про портельки это лучше будет отдельно коснуться, когда мы, может быть, в конце сегодня с вами будем разговаривать об этом, да, о балансе ног как раз. Итак, то есть мы с вами сейчас увидели сколько всего доходов, да, видов доходов, семь видов доходов. И отвечу сейчас на два таких вопроса, да, почему вдруг компании объединились и дают столько вариантов дохода, да, почему им это выгодно, ну, и выгодно нам. Значит, смотрите, АИ Маркетинг это такая крупная компания, которая, как вы знаете, занимается непосредственно продажами, да, товаров, то есть арбитражом трафика, только вот таким своеобразным арбитражом, как вы знаете, благодаря Маркетплоту, да, трендовые товары продаются и так далее. Но в то же время есть компания АНБ Network, у которой есть свое комьюнити, да, которое еще построено было давно, еще когда была другая компания, не АНБ, она называлась, да, АНБ, АНБ, да, все верно, вот, и вот это комьюнити, которое собралось еще тогда, благодаря большому количеству людей, оно позволяет, ну, оно, вернее, является самообучаемым, да, мы с вами же учим наших партнеров, плюс привлекаем большое количество новых партнеров, и это выгодно компании АИ Маркетинг, то есть ей не нужно тратиться на рекламу, не нужно где-то искать, привлекать для себя новых партнеров, для того, чтобы вкладывать деньги в новую-новую рекламу, но компания АНБ как раз этим занимается отлично, да, то есть и полностью, как я уже сказал, да, и самообучаемая, растущая, ну, и вот те проценты, которые АИ Маркетинг делится с АНБ, да, они распределяются внутри вот партнерской сети, и нам это выгодно, и выгодно всем, АНБ себе оставляет часть, АИ Маркетинг себе, да, получает свои прибыли, и нам хорошо, да, поэтому в данном случае мы видим, что компания позаботилась обо всех, и вот то, почему, что мне особенно нравится здесь вот, скажем, руководство от компании, да, в том, что они не жадные, да, скажем, редко можно увидеть, но до сих пор я практически никогда не встречал, чтобы такие были сильные распределения в процессе, да, чтобы мы могли получать от реально работающего бизнеса, да, то есть не каких-то там пирамид или чего-то еще, когда кто-то просто пытается отхватить от реально работающего бизнеса такие проценты. Итак, мы посмотрели, у нас вариантов заработка много, да, и в идеале куда бы нам лучше двигаться. Вот сейчас мы с вами посмотрим, перейдем к статистике и посмотрим, как работают наши деньги, которые мы вкладываем на пассивы, да, но в идеале вообще двигаться так, чтобы вы построили такую команду, да, когда бы вы получали бонусы постоянно, а все прибыли вы в отделе идут. Вот это идеальный вариант, да, для того, чтобы вам не нужно ничего вкладываться и постоянно идут доходы, и вы четко чувствуете прибыли, которые вы получаете, да, то есть и это есть такая возможность, если вы поняли вообще, насколько хороший, удобный бизнес, насколько удобный здесь маркетинг, да, насколько хорошая компания, и вы без каких-либо проблем рассказываете это своим друзьям, знакомым и так далее. То есть даже сейчас, когда у компании определенные технические проблемы, да, решают, я, допустим, обладаю полной уверенностью в добросовестности руководства, да, видя то, как они относятся к происходящему, я не беспокоюсь, рассказываю об этом своим друзьям и знакомым, только на данный момент, когда сказали, что не добавлять новых людей, да, ну, я им говорю, ну, ждите, пока сейчас вот ремонт идут, никого не добавляем. Ну, знаете, даже позитивно сказывается на общении с людьми, потому что они такие, да, то есть, если кого-то не добавляют, то есть, я рассказываю, и говорю, нет, пока нельзя, пока еще нет. Со временем я тебе скажу, и они такие думают, смотрят, то есть, когда дадут нам отмашку, что все можно, выводы настроятся, тогда будет проще вернуться к этим людям и сказать, да, все в порядке, можно заходить. Итак, это мы вот коснулись вот этого основного первого пункта. Теперь дальше переходим к введению статистики в таблицах. Значит, смотрите, когда вы положили какие-то деньги, да, и не начали приносить прибыль, лучше, есть вообще два варианта, два варианта, как вносить деньги, их можно, ой, цифры, цифры, да, вносить, их можно вносить ежедневно, ну, или там с периодичностью, там, через два-три дня, тогда вы сможете четко видеть, вот, сколько вы заработали сегодня, завтра, то есть, вот эта статистика становится такой ежедневной, вы прям видите, сегодня, допустим, иногда робот может сработать даже в минус, завтра он там большой плюс, так, и на выходе, в конце, вот, ну, определенных периодов вы видите, сколько вы зарабатывали каждый день, сколько чистой прибыли и так далее. Есть второй вариант, но он более простой, возможно, он бы подошел даже больше для всех, это когда мы вносим эти цифры раз в месяц, каждого первого числа, вот, давайте мы сейчас, я поделюсь с вами экраном, значит, смотрите, я когда буду делиться экраном, да, сейчас, секундочку, я вам покажу таблицу, которую потом я вам дам ссылку, вот, сейчас мы будем с вами просто смотреть, сейчас, секундочку, вы сейчас просто будете смотреть, наблюдать за этими цифрами, я вам объясню, что к чему, а потом, если вы захотите использовать эту таблицу, то вы сможете ее использовать, уже я дам ссылку, и вы себе скопируете ее, да, она находится в Google таблицах, вот, и для меня она достаточно удобна, вот, я и практически годами пользуюсь, по всем кабинетам, в данном случае, это вот на один кабинет, можно делать из них сводные таблицы, туда ссылки общие для суммирования, ну, вот, я вам покажу на примере одного кабинета, и так, сейчас я буду с вами делиться, секундочку, так, демонстрация экрана, виден мой экран? Да. Отлично. Итак, давайте смотреть, вот это, вот здесь вот, если вы посмотрите внизу, да, вкладочки, написано, ну, сводная она еще пока не работает, я старался уже успеть, я переделывал свои таблицы, да, у меня сводная работает, потому что у меня там определенное количество кабинетов, но у меня так много данных, я туда вношу, ну, вернее, нашу рассчитываю, что для вас они будут, ну, лишними, да, то вот я ее, сделал эту табличку, в простом виде, для каждого, она, надеюсь, должна подойти нормально. Итак, давайте смотреть, что нам надо будет вносить вообще, что правильно вносить, какие цифры. Итак, давайте смотреть, вот эта таблица, она не касается PRT, то есть вот PRT, которые прибыли доходные, я их вообще делаю в сводной таблице, вот она здесь, ну, опять же, пока она не работает, но со временем, если, если вот вам это будет интересно, и кому-то интересно, чтобы много кабинетов, я их просто вношу PRT в сводную сразу, и у меня там суммируются, и видно по всем кабинетам, сколько я зарабатываю, и делится на все. Вот это конкретно таблица по AI-маркетингу, чтобы, как мы говорили, про пассивный доход. То есть вот вы пришли, открыли кабинет, или неважно, уже даже прошло какое-то время, давайте смотреть, вот видите, вверх, как вообще видно, нормально? Давайте посмотрим, я попробую увеличить еще больше, просто буду двигать. Вот смотрите, видите здесь в верхнем углу, вот дата здесь, но 5-е, 0-9-е, это вот реальный пример одного из кабинетов, цифры, которые я взял. И вот смотрите, 5-го сентября, это вот вы как бы вписываете дату сюда, то, когда вы ее начали, этот кабинет. А дальше идут строки, смотрите, вот эти вот желтые столбцы, мы сюда вносим то, мы сюда вносим то, что, ну, что мы берем с кабинета. Все остальное это формула, оно само рассчитывает. Вот здесь вот эти желтые столбцы, это то, что мы вносим. И вот параллельно, вот когда я вам буду рассказывать, я вам объясню, как вообще правильно рассчитывается прибыль. То есть вот когда мы будем по тем столбцам, вы сами даже можете для себя просто войти в кабинет без экселевских таблиц, просто посчитать эти данные. Ну, мы сейчас убьем сразу двух зайцев, и таблицу рассмотрим, и посчитаем данные, ну, правильно, как я и говорил, чтобы вы видели всю прибыльность, там, и так далее. Итак, я вам просто рассказываю, как тут все работает. В верхнем углу у меня стоит цифра, это когда кабинет начался, а вот здесь чуть ниже, видите, дата, ниже, 1 октября. Я вношу данные здесь, 1 октября внес сюда данные. И что мы вносим? Смотрите, у нас здесь всего есть 6 столбцов. В данном случае, вот в этой табличке, нет цифр, которые под картой, потому что, как я и говорил, это таблица для начинающих, для тех, кто вот вошел после июля, после остановки. Если вам надо прям такая таблица, и вы хотите, чтобы все рассчитывалось вместе с данными под картой, сообщите мне, я вам сброшу туда копию своих таблиц. Ну и есть еще один вариант, чуть позже я вам расскажу. Вот даже еще проще. Итак, давайте смотреть. Вот смотрите, я внес дату, 1 октября, потом следующий столбец. Начинаем вносить цифры с кабинета, с зеленого кабинета. Рекламный баланс. То есть мы берем по ходу вот так вот. Рекламный баланс над карты вносим. Ноль, например. То есть я вот, когда я начинаю вносить цифры, я уже сделал рейнвест и начинаю вносить. Ну вот на 1 октября на рекламном балансе был ноль. В вашем кэшбэке, соответственно, ноль, там 48 мы видим. В ожидании тоже вносим 1317. Рекламный бюджет тоже я взял. То есть перехожу в раздел статистика. То есть обратите внимание, данные мы берем с зеленой карты и с раздела статистика. Там мы можем видеть, какие цифры. Рекламный бюджет, израсходованное и кэшбэк. То есть первые три столбца мы находим на зеленой карте. Это то, что рекламный баланс над картой. Ваш кэшбэк – верхняя строчка на зеленой карте. В ожидании – это вторая строчка на зеленой карте. И три цифры из статистики. Рекламный бюджет, израсходованное и кэшбэк. Вот на основании этих цифр мы можем с вами узнать все остальное, что необходимо. Вот в данном случае, вот смотрите, видите здесь 30, 92 – это робот съедает ежедневно. Как это рассчиталось? Ну, здесь вверху видно формулу, я вам скажу. Ежедневную еду робота можно рассчитать следующим образом. То есть мы берем с вами… Давайте отыкнем на эту формулу, и будет понятно, какие ячейки брались. Мы берем израсходованного, да, израсходованного, вычитаем, делим… Ой, простите, извините, скомничку. Израсходованного. Давайте в следующем месте возьмем. мы вычитаем израсходованного прошлого периода и делим на количество дней в этом периоде. Если это сложно, не вникайте. Просто имейте в виду, что вот на основании цифры израсходована, если мы разделим это все на период, который мы вносили, да, в данном случае на 30 дней, мы видим, что робот съедает было 30 дней, 30 долларов в день, да, здесь 31, потом, вот видите, 13,90 в третий период, я сейчас поясню, почему такое было, да, и 42,86 это уже в последний период. Вот давайте посмотрим, кстати, мы потом увидим, как влияет то, что вот я, допустим, копил в вашем тэшбэке деньги, думал, что а я не буду делать реинвесты, ну, какой-то период, да, думал, месяц не решался делать реинвесты, а потом понял, что нет, нет, это неправильно, деньги не должны стоять. Реинвесты делают до тех пор, пока компания не объявит о выводах. Когда она объявляет о выводах, то тогда я, соответственно, смогу эти деньги уже копить, что нужно на вывод себе. И вот смотрите, что это, что произошло. Так как деньги копились, не входили новые реинвесты. Видите, вот в вашем тэшбэке, вот здесь вот цифра, вот третья строка, 11, да, вот здесь вот, видите, третья строчка, вот там, 1704, в вашем тэшбэке накопились деньги. Я их на рекламный баланс пока не ложил, да, и этот месяц, этот период, который видно, что робот стал съедать ежедневно 13-90, то есть закончились предыдущие рекламные пулы, которые заходили, робот стал кушать меньше, и давайте дальше смотреть, что происходит. Средняя прибыль в день за этот месяц упала, она стала 8,84, видите, и чистый доход за месяц, вот в конце, он тоже упал, то есть, ну, прилично упал, 265,19 он стал, да, но зато, когда в новом месяце зашли эти деньги, я еще добавил там денег, и пришел, бонус тоже добавился, видите, сразу чистый доход в месяц вырос, и вот когда вы вносите эти цифры, хотя бы раз в месяц, хотя бы раз в месяц, смотрите, что вы получаете, вы знаете, сколько вы внесли денег, да, в кабинет, или в кабинеты, неважно, мы берем на основе одного, пример одного кабинета, то есть, мы взяли деньги, внесли их в кабинет, и раз в месяц заходим, заносим вот эти первых шесть цифр, да, которые у нас есть в кабинетах, каждый раз мы их можем видеть, нет необходимости вносить эти цифры каждый там день, или через день, вы можете просто делать реинвесты в течение месяца, да, просто зашли, сделали реинвесты и спать, да, или заниматься своими делами, неважно, а цифры внесли только через месяц, что вы получаете здесь благодаря этому, смотрите, потом эта таблица вам показывает, что, сколько вы зарабатываете в среднем в день, в день, это чистая прибыль, вот видите, смотрите, сейчас вам покажу, вот, смотрите, видите, вот этот зеленый столбец, это вот средняя чистая прибыль в день, она такой, ну, скажем, размазанный вариант цифры, она просто разделила, где-то один день больше, меньше, но в конечном счете, если вам удобно рассказывать кому-то или для себя самого, сколько ты зарабатываешь в день, то вы знаете, что вы, например, вот я вижу, что вот в этом кабинете я зарабатывал в один месяц 22 доллара почти, в другой 15 долларов, потом 8 и 27 долларов, видите, уже к январю, там в декабре, я зарабатываю 27 долларов, да, на 1 января, да, то есть за декабрь, то есть получается, смотрите, что, когда мы видим вот здесь вот эти цифры, да, мы видим, что чистый доход в месяц тоже можно посчитать, он автоматически здесь рассчитывается, и сейчас мы, ну, я скажу, как вы можете это сами глянуть, смотрите, что происходит, когда вы видите эти цифры перед глазами, вы точно знаете, сколько вы зарабатываете, и вот это та цифра, вот видите, в конце зеленая, которую можно выводить в месяц без убытка для вашего кабинета, то есть что получается, если, например, вот первый месяц возьмем, там 26 дней кабинет отработал, видите, вот работает кабинет дней, 26, вот он 26 дней отработал, чистого дохода в месяц 570 долларов, это означает, что вот с этого кабинета можно вывести 570 долларов, 570 долларов вывели, я знаю, что значит в следующем месяце, да, то есть будет примерно такой же доход, то есть прибыльность не упадет, ну, то есть если там робот немножечко больше и меньше будет, но она в среднем не будет уменьшаться, если же вы вдруг начнете выводить деньги согласно разделу статистика, где там внизу ежедневно сколько денег робот напродавал, да, то вы придете к убыткам, то есть так не надо поступать, то есть не выводите денег больше, чем, видите, вот в этом столбце чистый доход в месяц, это раз, второй момент, сколько можно выводить, не стоит выводить все деньги сразу, например, за первые 10 дней взять и вывести все 570 долларов, ну, тоже не айс, потому что вы можете набороться на то, что кабинет может остановиться, особенно если суммы небольшие в кабинете, то есть если в кабинете там не 5-6 тысяч долларов, не 2-2 тысячи, ну, он сам окупаемым становится после где-то 700 долларов, да, после 1700 долларов, он становится такой вот, которые деньги, выходящие из ваш кэшбэк, идущие в реинвест, да, и потом уходящие при нормальных сроках, как вот без технических работ, имеется в виду от 2 до 7 дней, они могут без ожидания, без остановок, да, полностью работать, ну, без остановок. Соответственно, что вы делаете? Вы при вот таком вот раскладе просто, ну, как минимум, берете половину прибыли себе, половину прибыли на реинвест. Есть еще какой вариант? Вы смотрите, сколько денег у вас осталось в работе, в работе, сколько денег. Если робот вдруг близок к остановке, тогда больше денег отправляете в реинвесты. Соответственно, прибыль начнете выводить чуть позже, ведь вот эта прибыль, которую мы здесь видим, в последнем столбце, чистый доход в месяц, она всегда будет у вас, она будет в этом кабинете. Просто, когда ее вы найдете, вот вы подумайте об этом, смотря на, именно на свой кабинет. Понятно, да? Давайте вот в двух словах, теперь я вам быстренько скажу, как вы можете сами посчитать это, не вводя ничего в таблицу, да? Просто вы захотите узнать, например, какова средняя доходность кабинета в процентах. Вот сколько ваш кабинет приносит в процентах прибыли. Была такая путаница, вот я смотрел, как бы в чатах, люди рассчитывают вместо доходности так называемую рентабельность. Просто рентабельность рассчитывается по-разному. Я даже не хочу сейчас останавливаться на ней, потому что эта цифра, она скорее нужна для банков, да? А нам нужна совсем другая цифра. Вот если взять, например, я из Беларуси, поэтому возьмем пример с картошкой, да? Значит, ну, будет там, может, что-то другим. Ну, понятно. Берем картошку, одну картошинку и сажаем ее в землю. Что происходит? Эта картошка, представляем, что когда пройдет там три месяца, сколько там, да? Сама картошинка сменеет, а новых она даст две картошки. То есть мы вынимаем новых свежих две картошинки и держим в руках. И вот у меня вопрос. Какова у вас прибыльность данной операции посадки картошки? Чистая прибыль. Вот давайте подумайте. Вот две секунды буквально, ну, там, десять секунд давайте подумаем. Ответьте для себя. И по логике вещей понятно. Смотрите, у вас теперь две картошки в руках, а три месяца назад была только одна, да? То есть сверху вы получили сто процентов прибыли. То есть одна умножилась в два раза сто процентов. То есть вот эта картошка сто процентов, еще одна такая же, вот она и добавилась. Сто процентов. То есть каким образом мы можем эту рассчитать прибыльность? Что мы делаем? Мы берем, когда вы заходите в раздел статистика, вот если вы сейчас у кого компьютеров или телефонных, или у вас есть скрины ваших кабинетов, то вы можете именно АИ-маркетинг имеется в виду, вы можете зайти в раздел статистика и посмотреть, и посчитать, какова реальная прибыльность, доходность, в данном случае как синонимы используете два слова, да, вашего кабинета. Как мы это делаем? Очень просто. Вы берете кэшбэк. Кэшбэк это все, что кабинет принес вам, сколько денег вам пришло. Со всеми инвестами, со всем. Берете кэшбэк и еще берете цифру израсходованного. Да, израсходованное это то, что вот картошка взяла, израсходованного. Деньги потрачены, вот вы вложили деньги в кабинет, да, они расходовались, и вот все, что израсходовано, оно принесло вот эту новую прибыль в виде кэшбэка. Теперь, когда вы возьмете вот эту цифру кэшбэк и разделите на израсходованное, кэшбэк, мы делим на израсходованное, мы получаем некий коэффициент. Вот этот коэффициент и есть чистая прибыль. Чтобы получить ее в процентах, мы умножаем на 100 и вычитаем 100. Ну, это будет, образно говоря, в процентах. Давайте на простом примере с вами разберемся. Вот, давайте смотреть здесь. У нас как раз открыт с вами кабинет, и мы видим, вот у нас здесь есть прибыльность помесячная. Так, сейчас, ну, вот давайте смотреть. Видите, когда мы берем, вот на последний месяц здесь видим кэшбэк 5649. Вот у меня здесь есть калькулятор, и я буду прямо тут вам показывать. 5649. Да, вот видите, вот, 5649. И мы делим на израсходованное, то есть то, что было в кабинете израсходованное, 3521, делим на 3521. Мы получаем цифру 1, вот, видите, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 7. Что мы теперь делаем дальше? Видите, формула там вверху написана. Мы умножаем на 100, и из того, что получилось, вычитаем 100. Мы получаем 60, не знаю, у вас не в зеркальном же виде, или в зеркальном? Ну, не важно. 6043. Видите, 6043. Смотрим, ну, 44, да, здесь 6045. Ну, это все связано с тем, что я считал без вот этих центов, и поэтому вот эти соты немножечко изнизились. Вот, видно, 60 и 4, да, 60 и 4 процента доходность. Как это можно проверить? Помните, в школе математика, она достаточно простая наука, если только сильно туда не вникать, сильно глубоко, да, то есть какие-то, ну, здесь все просто. Мы посчитали, и теперь можем проверить. Как мы это можем проверить? Если мы берем израсходованное, да, то есть то, что мы, ну, потратили, и прибавляем к нему 60 и 45 процентов. Смотрите, вот видите, калькулятор, и мы берем в данном случае 3,521. Вот вы можете прям за мной повторять своими кабинетами. 3,521 мы прибавляем, если у вас на калькуляторе есть такой циферка проценты, то вот смотрите, я прибавил 60, 45 процентов, и видите, 5649. Вот тут видно, да, 5649. И это та цифра, которая в кэшбэке. То есть, другими словами, у нас было 1000, когда мы к ней добавили 60 процентов, 60 процентов прибыли, чистой прибыли, мы получили 1600. А если у нас была 1000, одна картоха, да, к ней добавили 100 процентов, получили 2000. Поэтому не делайте ошибку, не делите наоборот, когда вот некоторые берут и говорят, вот тут был такой длительный диалог, брали 3521, делили на 5649 и получали 0,62. Ну, в данном случае, кстати, вот давайте мне эту цифру возьмем. Сейчас, одну секундочку, я возьму какую-нибудь повыше, чтобы она была понятна, 1775. Вот вам ясно была вот именно прям разница в этом 803, вот самый верхний, 9374. Просто когда оно около 60 процентов, оно там пляж туда-сюда. отлично. Вот смотрите, мы берем верхние строчки, видите, самый первый месяц, когда он там прошел, 26 дней после запуска, мы видели, израсходовано было 803 доллара и 1374 пришло в кэшбэк. Мы взяли, если мы берем, делим израсходованный на кэшбэк, то есть меняем местами, то мы получаем 0,58. Видите? 0,58. А здесь мы видим доходность 70,99. То есть, другими словами, наш чистый доход 70,99. 70, это почти 71 процент чистой прибыли. Мы это легко можем проверить. Если к 800 долларов мы прибавим 70 процентов, то есть те 500 долларов, которые мы заработали, вот 570, видите следующее, то мы и получим 1374. Но если мы возьмем, прибавим те 58 процентов, мы ничего не получим. Что это за цифра? Это, ну, как я говорил, она нужна для банков. Так называемая рентабельность. Не хочу вас сильно забивать вам мозг, но, в общем, смысл там такой, если вы наоборот разделите. Вы получаете, когда у вас есть все деньги, которые пришли на счет, когда на предприятие приходят все деньги на счет, вас спрашивают, какая рентабельность этих денег и какая часть в ней, какая часть в ней вот этих вот израсходованных. И тогда они понимают, что, допустим, 58 процентов, да, вот от общей суммы, которую получили, там вот внизу 58 процентов. Все остальное, там, доходы, да, и они такими смотрят, можно ли вкладывать или нельзя. Вот просто рентабельность рассчитывается разными способами, это один из видов. Но это, опять же, не для нас, нам эта цифра не нужна. Мы считаем правильно. Делим кэшбэк на израсходованном, чтобы получить в процентах, умножили на 100 и минус 100. Все. Таким образом, вы можете легко сейчас посчитать прибыль в процентах, вот как, насколько прибыльный каждый ваш кабинет. Так? Все. С этим мы разобрались. То есть, чистые деньги, как посчитать прибыль? Сколько? В вашем кабинете денег всего. Это тоже, кстати, интересный вопрос. Смотрите. Видите, вот здесь есть столбец. Сейчас всего денег в кабинете. И смотрите, как это считается. Туда входит много разных цифр. Деньги, денег в кабинете всего входят. Деньги, которые лежат на рекламном балансе, в вашем кэшбэке, в ожидании, и все, что не израсходованы. То есть, для этого узнать, как вы можете узнать? Вы берете рекламный бюджет, минус израсходованный. Вот в статистике, обратите внимание, есть рекламный бюджет, первая такая цифра, и минус израсходованный. Вы узнаете, сколько денег, еберога, сколько осталось, сколько он еще будет кушать и приносить вам прибыли. Полные корзины денег он будет вам приносить, если у него есть еда. Поэтому, вот вы узнаете эти суммы, когда вы все это суммируете, на выходе вы получаете цифру, сколько сейчас денег всего в кабинете. Здесь вот она рассчитывается автоматически. Так. И это тоже вот оно, такое хорошее дело, потому что если у вас, например, один кабинет, вы знаете, сколько денег вы туда нанесли, и сколько у вас сейчас денег. Вы понимаете, сколько вы всего получили, заработали. вот здесь вот вверху еще, видите, вот здесь последнее, что я вам хотел показать, тоже важные цифры, это чистый доход в месяц. Вот видите, чистый доход, но вот здесь только сверху, это не месяц, это общий чистый доход всего вот по этому кабинету. Вот он, кстати, видите, эти две цифры, вот столбец Т и рядом столбец Х через два столбца, они совпадают. Вот это и есть, называется баланс, бухгалтерский баланс. Ну, образно говоря, в данном случае разными способами цифры суммировались. Видите, разные цифры суммировались, а получили мы на выходе одну и ту же цифру. Это говорит о том, что расчеты произведения правильно, прибыль кабинета рассчитана верно. То есть вот данный кабинет принес 2128 долларов, а вот по последнему столбцу Х мы видим, как он распределился по месяцам. То есть другими словами, когда вы ведете свои таблицы, ну, то есть хотя бы раз в месяц, вы можете точно знать, сколько вы зарабатываете. То есть, когда ваша зарплата начинает превышать ту зарплату, которую вы получаете у себя на основной работе, вы становитесь очень счастливым человеком. Самое главное, что происходит вот при таких вот этих цифрах, которые вы видите перед собой, это то, что вы внутренне расслабляетесь, понимаете? То есть вот уходит вот это ощущение, что нехватки денег. Ну, понятно, что сейчас пока там как бы у нас с выводами как бы некоторые проблемы, но не важно. Важно, что вы знаете, что деньги есть у вас, да, деньги есть. Вы к ним получите доступ скоро, но деньги есть, вы не бедный человек, и у вас не та тысяча, с которой вы пришли год назад, да? Эта тысяча уже превратилась в пять, в шесть, в семь, да? И вы знаете, что вы человек, у которого есть не просто деньги, но нижемесячный доход. Так, с этим мы закончили, да? Итак, сейчас я остановлю демонстрацию. И так, у нас уже 44 минуты прошло, мы постараемся… Теперь вот смотрите, мы прошли полностью второй пункт и пришли к балансу ног. Значит, видели, что в последние дни у нас запустилось такое достаточно активное обсуждение баланса ног, и мы не будем сейчас вникать сильно глубоко в то, как рассчитывать вот эту нижнюю строчку, когда баланс сбивается, да? Она не так важна. Вот, как мы говорили, для начинающих, вот чтобы вы не путались, есть очень простой способ рассчитывать. Сейчас мы вернемся, я обратно снова начну, открою вот эту вот табличку, поделюсь с вами табличку, да? У меня там есть отдельная страница. Эта страница называется… Сейчас, секундочку, поделюсь. Так, баланс ног, она так и называется баланс ног. Сейчас я вначале скажу вам… Скажу вам основы, вот базы основы, вот Алексей очень хорошо, кратко, в шести там пунктах объяснил то, каким образом проще всего считать баланс ног. На что обращать внимание? Самое главное, чтобы вы понимали, если одна нога и убегает вперед, ничего страшного, она не делает вам ничего хуже. Это очень хорошо, когда у вас появился один сильный лидер, который занимается работой, принес денег. теперь вам в два раза проще получать бонусы, в два раза проще, как минимум в два раза проще. И давайте посмотрим варианты, каким образом мы можем получать с вами бонусы и как правильно считать баланс. Значит, смотрите, вот эту табличку, которую я с вами поделился, сейчас пока не совсем понятно, что там написано, я вам расскажу о ней подробнее. И эта табличка значительно упростит вам рассчитывать те суммы, которые вам необходимы для того, чтобы увидеть сколько денег до дисбаланса ног и сколько денег, если уже баланс произошел, сколько денег вам нужно внести в слабую ногу для того, чтобы получить следующий бонус. Итак, вначале я хотел сказать сам принцип построения. Табличка, которая есть у нас в АНБИ, она немножко может быть сложновато для понимания, но есть такой простой взгляд на расчеты бонусов. Все верно Алексей сказал, это то, что до того, как ты разберешься в этом, это кажется сложным, но когда ты разобрался, ты понимаешь, что это очень просто. И вот хорошо вам для начала просто обращать внимание на важные вещи. Что такое баланс ног в нашей компании? Это означает, что есть сильная нога, она постоянно меняется, неважно какая. Например, представим, что у вас четыре ноги, у каждой есть свой оборот. Что такое ноги? Это то, когда вы построили первую линию и под ней появился кто-то еще. Вот когда под вашей первой линией кто-то появляется, вот это называется нога с определенными оборотами. Вторая, третья, четвертая. Если у вас только первая линия, не считается, потому что мы сейчас говорим с вами о расчете бонусов, а бонусы в бонусы не входит личный оборот, то есть то, что вы в своем кабинете получаете, оборачиваете деньги, и не входит оборот первой линии. Первая линия не считается. Это мы усвоили, да? Теперь смотрим, представляем, что у вас есть три-четыре ноги, неважно, люди по-разному активно работают там, начинают приносить деньги, и вот одна нога вырывается вперед, в ней больше денег, неважно насколько, хоть на доллар она становится сильной, завтра чуть больше денег стало в другой ноге, она становится сильной, и это неважно, не обращайтесь на это внимание, какая там именно нога где-то стала сильнее, не, можно обращать, чтобы понимать, куда лучше подписывать или добавлять деньги, но я имею ввиду для подсчетов, не для расчета стратегии, а чисто для подсчетов. Итак, смотрите, у нас есть одна сильная нога, есть слабые ноги, компания пошла таким образом к нам, для нас сделала плюс, что она считает не какую-то самую слабую ножку, что она должна добежать до сильной, а сумму слабых ног. То есть, если у вас есть 4 ноги, то мы видим сильную ногу и 3 слабых, они суммируются. И в нашем кабинете, давайте мы сейчас откроем скрин, я с вами поделюсь другим, каким-нибудь просто возьму скрин ближайший, который я подготовил, у меня несколько, вначале там, где есть баланс. Сейчас с вами поделюсь. Так, вам видно? Сейчас я пробую увеличить. Видно. Хорошо. Так, вот смотрите, это такой обыкновенный, как и у вас у каждого кабинета. Только я его выбрал путем того, чтобы у него не было дисбаланса. То есть, мы видим внизу, сейчас извините, сам внизу, под красными стрелками, мы видим сильная нога написана, в ней 36324. Сумма слабых ног, вот что такое сумма слабых, это то, что мне говорили, 4 ноги, которые не являются сильными, в данном случае, чуть меньше, чем у сильной ноги, они суммируются, или 3, не важно, сколько здесь ног, важно, что они суммируются, и сумма слабых ног, вот она такая. вот мы видим здесь, на 28997. Вот в данной ситуации, когда дисбаланса нет, эти две суммы, они полностью объединяются, и мы получаем вот этот оборот в бонусной структуре, для того, чтобы получить бонус. То есть, в данном случае мы видим, что, смотрите, это практически, почти, вот этот кабинет уже должен, должен вот, 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 вот получить бонус. Да, ему тут не хватило, чуть больше 200 долларов, 200, 10 долларов, вот. Да, сейчас, секундочку. Вот, то есть, это кабинет простого примера, когда они суммируются, это самое простое. Теперь смотрите, что происходит, как понять, когда приходит дисбаланс. Дисбаланс, это когда вы берете сильную ногу, сильную, в данном случае, это 36, 324, делите ее на два, то есть, мы берем калькулятор, наш любимый, да, и делим, 36324, это сильная нога, делим ее на два, и получаем 18162 доллара. Вот, если в слабой ноге, в сумме слабых ног, да, меньше, чем 18162 долларов, произойдет дисбаланс. Что, к чему он приводит? К чему приводит дисбаланс ног? Значит, итак, мы смотрим, если у нас с вами в сумме слабых ног денег, не меньше, чем половина от сильной ноги, ну, потом это все будет просто. Вот вы сейчас слушаете, да, слушаете, но потом в табличке я вам покажу, как это все автоматически считается. Ничего сложного, но понять это было бы очень хорошо. То есть, есть сильная нога, если она убежала больше, чем в два раза, происходит дисбаланс. И в этом случае что будет происходить? Давайте открываем, сейчас я открою по-нибудь с дисбалансом. Вот у нас есть табличка такая, видите, она немножечко запутана, вы ее видели не раз. И вот смотрите, давайте мы по ней и глянем дальше. Вот левую сторону мы с вами только что рассмотрели. Видите, по зеленой стрелке мы спустились вниз. Мы ее рассмотрели. Она самая простая. Теперь, когда происходит дисбаланс, когда мы взяли сильную ногу, разделили на два, и она все равно оказалась больше, чем сумма слабых ног, вот Y это сумма товароборотов в слабых структурах. Вот если мы сильную разделили на два, и она оказалась все равно больше, чем сумма слабых ног, то тогда возникает дисбаланс. дисбаланс. И что происходит? Компания считает так. Она смотрит, вот сейчас мы, видите, вот этот Y, сейчас мы, я возьму какую-нибудь табличку и покажу здесь баланс. Смотрите. Видите, что произошло? У вот этой силе ноги, вот внизу, на 50% фактура у нее по сути слабых ног. Видите, что произошло? она убежала сильно далеко, это можно видеть примерно, вот здесь вот продажи, я вам так расскажу, это не личные продажи 18700, вот в самом верху, это как раз вот оборот сильной ноги, ну там почти весь, да. Соответственно, так как она убежала очень далеко, компания, компания сказала, компания сказала так, все, больше вы такими вот привилегиями не пользуетесь пока, то есть вы не можете, скажем, использовать вот в сумме слабых ног, чтобы было только половина сильной, теперь будет считаться по-другому. Теперь смотрите, что происходит. у нас сумма слабых ног здесь в данном случае 2688, видите, вот внизу написано. Не важно, что мы говорим много о цифрах, как я вам говорил, та табличка, которую я вам уже показал, она снимет все головные боли, ну, я вам просто поясняю. Итак, сумма слабых ног 2688, почему же, почему здесь внизу только 2048? Почему 2048? Да? Потому что мы видим, что вот эта нога 2688, она только стремится, бежит к какому ближайшему бонусу? Не весь кабинет, видите, весь кабинет, он стремится к 8192. А мы смотрим, куда стремится сумма слабых ног? А куда она стремится? Ближайший кабинет, ближайшая сумма это 4, какая у нас? 4,096. Правильно? Вот к этой сумме, сейчас, скажем, что мы будем, да, к 4, вот 0,096, она стремится. И от нее, от нее и берется половина, 2048. То есть до тех пор, пока вот эта сумма слабых ног не будет 4,096, компания суммирует вот эти 2048, половину от вот этой суммы, до которой еще не доросли слабые ноги, и то, что реально есть сумма слабых ног. Если мы здесь это прямо сложим, то увидим 2,688, прибавляем 2,048, и мы получаем 4,736. Так, 4,736. То есть мы получили то, о чем здесь, что здесь написано. Что же дальше будет? Когда сумма слабых ног подрастет до 4,096, произойдет следующий пересчет. Теперь 50% от уровня по сумме слабых ног будет уже не от 2,048. А так как эта слабая ножка, она уже перешагнула 4,096 и пошла дальше. То есть теперь компания говорит, мы радостно вам берем и добавляем еще 2,048 к вот этим 50%. Так как у меня здесь происходит сильный дисбаланс в этом рисунке, и там еще много денег впереди, то она рассчитывает. Так, давайте смотреть. Вот представляем, что сумма слабых ног вот здесь уже будет 4,097. Как только она будет 4,097, ну, просто 96, имейте в виду, то внизу тоже возникнет эта цифра проявится 4,096. И мы что сделаем? Получим первый вот этот бонус на 500 долларов. Но дальше нам давайте смотреть еще. Я вам подготовил несколько таких скринов, чтобы вы увидели на разных вариантах, вот в разных вариантах дисбаланса. Вот, кстати, пример. тут спрашивали, что будет, если в одном кабинете много денег, ой, в одной ноге много денег, а во второй только 10 долларов. Сколько же проявится внизу? Вот, давайте смотреть. Вот, например, не 10, 87, но это не важно. Смотрите, что происходит. Видите, в сильной ноге, в сильной ноге, там достаточно много денег. мы видим там вверху 6627, но мы могли бы посмотреть, сколько там до этого, надо было бы зайти нам в раздел структура и посмотреть, какой там товарооборот. В данном случае он там где-то около 5000, 4500 и какая-то часть денег в личном обороте в этого кабинета. Так вот, смотрите, что произошло. Видите, так как первая ножка, первая, вот эта сумма слабых ног имеется в виду, она стремится к первому бонусу 4,096. Она еще до него не дошла. В нижней ноге, в нижнем вот этой строке и указывается 2,048, 50% от той суммы, к которой стремятся эти слабые ноги. Как только они дойдут до какой суммы? Вот когда 87, 76 станет 2,048, 2,048, нижний 2,048 к ней прибавится и будет что? Будет 4,096. Мы двинемся дальше к новому кабинету. Давайте еще возьмем вариант, чтобы было понятно. вот давайте здесь. Смотрите, видите, чем интересен этот кабинет? У него вроде бы 46 тысяч оборотов вверху, под ним, где-то там, в структуре, мы видим, что этот кабинет идет к бонусу 1500 долларов. Он идет к бонусу 1500. То есть, казалось бы, 50% от уровня по сумме слабых ног должно было бы быть 16 тысяч. Но, как я обращал внимание, этот расчет идет не от того, не от той суммы, к которой стремится весь кабинет, а только слабые ноги. В данном случае мы видим, что слабые ноги имеют только 6-117. Они еще не дошли до куда? Они еще не дошли до 8 тысяч. Как только они перешагнут 8-192, сразу и внизу здесь тоже изменится цифра. То есть, понимаете, вам для расчета вообще эта цифра им не нужна. Это я вам просто показал, что они легко считаются. Вот давайте вот здесь вот смотрите. То есть, этот вообще бонус, здесь 500 долларов он получен. А вот сейчас давайте я вам еще покажу. Мне кажется, был еще один интересный дисбаланс. Вот, смотрите. Сумма слабых ног 16400. 50% по уровню суммы слабых ног 16384. Хотя весь кабинет идет к бонусу 2500, когда 65000 оборот, но рассчитывается только 50% от чего? От суммы слабых ног. Сумма слабых ног еще не дошла до, образно говорят, вот этого 32000 оборота. Оно не прибавляется от сильных ног только 16300. Но как только она дойдет до вот этой половины от 65000 в 536, сразу же зачтется и от сильных ног, к сильной ноге добавится необходимая часть. Это вот на примере этих разных кабинетов. Нам важно уметь считать, когда приходит дисбаланс, когда он очень близко. Вот сегодня как раз перед тем, когда у нас с вами произошел сейчас Zoom, был человек один в маркетпоте, он разместил радостную новость о том, что вот он получил бонус 1500. Давайте смотреть. Человек поделился и все правильно. Кнопочка активна. А теперь давайте посмотрим. Сразу же там поступил был совет, что только не получайте этот бонус, пока не начнутся выводы. Но если вы руководствуетесь страхами, то да, не надо. Но если вы руководствует экономикой, и у вас есть та же уверенность, как минимум хотя бы половина, что есть у меня, то я бы сказал, что здесь не просто было бы хорошо получить, а здесь важно получить его как можно быстрее. И давайте посмотрим, почему. Смотрите, что мы видим у этого человека в кабинете. Мы видим, что к его дисбалансу, до его дисбаланса, чтобы эта кнопка пропала, совсем чуть-чуть. Как мы это можем посчитать? Вот сейчас дисбаланса нет. Видите? Смотрите, в сильной ноге мы видим 29, 773. 29, 773. Правильно? 29, 773. И мы видим, что сумма слабых ног, сумма слабых ног, 15, 148. А мы лучше по-другому посчитаем. 148 умножаем на 2 и мы смотрим, сколько денег осталось до дисбаланса. Вот если вдруг в сильную ногу будет больше, чем 30, 296, то эта кнопка пропадет. И теперь давайте вычтем минус 29, 773. И получаем 523 доллара. Теперь посмотрите, если сильная нога, одна нога так быстро добежала до 30 тысяч, то есть очень большой шанс, если это не личный человек свои деньги туда собрал, а кто-то у него хорошо работает, много людей, то что произойдет? Смотрите, кто-то 500 долларов добрасывает, не просто добрасывает, они уходят в рекламный бюджет. То есть он уже мог этот человек какого-то там например 24-25, декабря сделать инвест на эту сумму 500 долларов, эти цифры, потому что сегодня заходили 23-го, у меня лично 23-го зашли инвесты, а теперь представляете, если завтра, послезавтра зайдет хотя бы 523 долларов в сильную ногу, представляем, что слабую не зайдет, это такой, скажем, самый негативный вариант, то эта кнопка пропадет. И что появится? А вот сейчас мы с вами посчитаем, что появится. Давайте я сейчас выпишу эти цифры и в ту формулу внесем и посмотрим с вами вместе, почему так важно считать эти цифры 15148 29773 сейчас я остановлю демонстрацию и перейду с вами куда перехожу с вами вот сюда видно, да? сейчас 200% табличка табличка видна да видно отлично вот давайте смотреть видите я уже немножко раньше выбивал цифру а теперь давайте сюда выбиваем 29773 вот мы выбиваем видите то что сильно нагадать баланс осталось сразу считалось 523 доллара добавить слабую ну понимаете я торопился поэтому здесь немножечко формулы они такие хаотичные и не пропадают например цифры ну должно было бы допустим исчезнуть добавить слабую сторону у меня видно что 261 доллар здесь как бы лишние слабые на нет да то есть до дисбаланса когда они ну ладно давайте сейчас мы увидим варианты дисбаланса вы поймете для чего эти цифры теперь смотрите что происходит мы здесь получили видно так как вот тут в столбце видите красным ну стала минусовая ну минус стала это означает так формула работает что этот кабинет получил кнопка 1500 долларов активно неважно на эти цифры не обращай внимания она стала активной ну то есть кнопка а теперь давайте добавим 524 долларов 524 сильную ногу 29 773 я пока добавлю прибавить а мы можем внутри вот давайте я вписываю равно 29 773 мы прибавляем а вам меня слышно что-то я все хорошо вот так будет лучше а то чтобы тебе веснало так лучше прибавить 523 доллара смотри 524 давайте сделаем 524 смотрите что произошло обратите внимание вот этот человек если завтра послезавтра он не получит ну не начнет получать и у него войдет 300 сколько мы там 524 доллара дисбаланс нарушится слабая нога станет менее чем 50% от сильной ноги менее 50% сразу же у него защитется там другая цифра то есть мы сейчас не будем говорить какая неважно что там будет написано внизу важно что теперь этому человеку придется для того чтобы восстановить баланс если вдруг представляем что-то сильная нога убегает дальше чтобы просто получить этот бонус ему нужно смотрите вот здесь под 1500 1236 долларов то есть до сих пор эта кнопка активна но если сильная нога убежит вперед эта кнопка исчезнет и человеку если не настроится баланс ног ему придется добавлять 1236 долларов то есть что получается когда вы правильно рассчитываете вот именно когда вот-вот-вот-вот будет дисбаланс то лучше торопиться вот я вам скажу так как у меня хоть и команда но у меня была возможность наблюдать за тем когда происходит вот дисбаланс я прям вот видел вот кабинет у себя в которых нельзя делать реинвест было там день-два пока я не получу не нажму кнопку получить потому что я вот так вот по формуле рассчитал и видел что у меня там осталось буквально 30-40 долларов чуть-чуть представляете в сильную ногу докинулся 30-40 долларов и кнопка исчезла поэтому я поэтому я что сделал подождал день-два но у меня была такая возможность и сделал реинвест ну кнопку нажал и потом сделал все реинвесты какие были нужны поэтому важно следить только за двумя вещами в принципе первое это то чтобы ваша слабая нога не становилась в два раза слабее чем сильная это раз да тогда приходит дисбаланс но если дисбаланс пришел вы просто расслабились и в слабую ногу докидываете до половины того бонуса к которому вы идете ну вернее оборота да бонусного оборота к которому вы идете то есть в данном случае мы видим если вдруг дисбаланс произошел и неважно здесь 524 мы добавили или 1524 неважно смотрите видите эта формула вот здесь рассчитывают так что мы видим что сильная убежала на 1000 долларов слабую можно добавить 500 чтобы баланс произошел снова и в данном случае вот если мы видим по вот этому варианту представляем что у того человека зашло 1524 долларов в сильную ногу произошел дисбаланс кнопка исчезла что делать дальше он заходит сюда ну не он не важно просто человек заходит сюда такую формулу и вбивает он как вот эту можно увидеть сколько в силе ноги я вам сразу скажу как это можно видеть вы вы же уже не можете вот посмотреть это вот здесь сейчас секунду на наших скринах это не будет нижняя строка помните там 50% от суммы слабых ног которые стремятся ну то есть там сложная формула расчета ее мы не берем нам нужно именно сильная нога какой же там товарооборот мы идем в структуру в INB Network когда мы вот в этом помните там есть справа внизу структура я сейчас не зашел туда а подождите может быть я его найду о структура давайте да я сейчас с вами поделюсь покажу куда мы идем сейчас секундочку поделюсь с вами экран итак смотрите вот один из кабинетов да и мы здесь видим вот мы находились в статистике а мы перешли в структуру вот здесь внизу видно да структура помните каждый видел себя и мы можем увидеть вот в этом кабинете нам надо посмотреть товарооборот товарооборот это вот по ногам товарооборот видите 33 а здесь 22 и нам нужно добавить этот товарооборот и отминусовать штраф то есть другими словами если бы мы брали вот этот вот кабинет мы бы брали 22 вот тот ну в сильную ногу вставили бы ой ну не в сильную да ну представляем что вот это было бы товарооборот сильной ноги 22 784 мы бы минус минус 3606 ну да штраф надо отминусовать итак я останавливаю этот кабинет чтобы было вам эту демонстрацию и возвращаемся обратно чтобы вам было просто понятно о чем мы говорим что мы туда вписываем сейчас секундочку я просто должен был перейти сюда вот мы возвращаемся сюда так итак давайте смотреть видите что происходит вот давайте разберем вот эту ситуацию здесь так как я не знаю да допустим там представляем что просто зашло 1524 доллара то есть мы зашли туда в этот кабинет ну вот в ту структуру и записали сюда цифру увидели без штрафов у него 31 297 долларов в сильной ноге мы сюда вписали эту сумму и теперь давайте посмотрим на табличку мы видим кнопка исчезла что делать для того чтобы получить кнопку слабую ногу вроде бы как надо добавить 1236 но в то же время видите здесь вверху столбце d вот она видно 500 долларов то есть вы можете добавить 500 долларов в слабую ногу 501 хотя бы 501 чтобы они вошли в работу ну при условии что в сильной ничего не добавится да и кнопка опять появится давайте проверим смотрите мы 15 148 добавляем 502 доллара и что происходит тогда кнопка 1500 видите здесь стало красным значит она снова стала активной то есть если в сильной ноге не зашли деньги в работу то в этот момент когда вот она стала активной вы можете нажать на кнопку и получить деньги таким образом танцуя вокруг вот этих сильных и слабых ног вы можете выбирать что вам нужно если сильная нога уже сильно убежала вперед то есть представляем что за это же время еще человек добавил сюда 10000 смотрите что происходит при таком варианте если в слабой ноге 15 650 а сильная ой сильно убежала вперед потому что то есть вам для того чтобы только чисто баланса достигнуть вам нужно 5000 долларов почти видите добавить в слабую 4998 не вариант он нам ну вариант но он не самый простой чтобы получить этот бонус мы смотрим вот в эту кнопку ниже ну вернее ячейку 734 доллара мы понимаем что теперь не важно как сильная нога еще хоть 20000 туда добавить не важно все теперь вы просто смотрите что вам нужно сюда добавить 734 доллара слабую ногу и все вы счастливы и можете нажимать на кнопку откатов больше не будет то есть давайте проверим мы сюда добавляем плюс ну я на доллар всегда добавляю понимаете формула рассчитывает плюс 735 тогда нам все мы добавили кнопка стала опять активной и больше уже никогда не пропадет потому что все дисбаланс уже не может быть здесь мы уже достигли вот этой половины видите вот бонус чтобы этот получить надо 32 768 а сумма слабых ног да должна быть как минимум в половину от этой суммы половину от этой суммы тогда и сильная добавится туда ну те куски которые мы не видим и мы получим бонус вот то есть смотрите используя такую вот формулу да вам не надо забивать себе голову спорить и почему там спрашивают находится вот в нижней строке 50% от чего-то ну вы в принципе могли уже разобраться мы с вами смотрели да вот если мы сейчас вот я переключу на секундочку вот тут вот а все уже разводили с вами сейчас снова демонстрацию вот смотрите если вот если мы да с вами находимся в своем кабинете и видим что дисбаланс приближается то смотрим можем мы что-либо с ним сделать или нет если ничего не можем сделать и сильно нога очень сильно уходит вперед расслабляемся да и просто понимаем что теперь нам благодаря вот этой сильной ноге благодаря тому человеку который так активно работает нам теперь нужно для бонусов в два раза меньше хорошо то есть чтобы получить бонус 4,096 нужно всего 2,048 для того чтобы получить бонус где 8,100 там да 8,192 нам нужно всего 4,096 в слабой ноге в сумме слабых ног чтобы пришло вот то есть надеюсь что мы так базово коснулись вот этих вопросов связанных с подсчетом баланса ног и вы сможете использовать эту формулу которую я сегодня прямо специально написал проверил ее работает на всех кабинетах да и вы можете не заморачиваться все вот вы прям вбили и можете счастливо смотреть и выбирать себе вариант или вам проще как вот мы помните на том смотрели или вам проще достигнуть баланса а вам будет понятно сколько до баланса бежать или придется идти до половины бонуса который ждет вас ну к которому вы стремитесь вот с этим пунктом мы разобрались и остался последний пункт называется у нас стратегия построения команды с максимальной прибылью ну это уже такой скажем совсем вот он для новичков то есть если вы уже знаете как вот строить кабинеты мультикабинеты да то для вас это все понятно просто вот мы разговаривали с Алексеем он сказал что есть такие даже лидеры крупные ну не в нашей системе конечно не под Алексеем а где-то еще которые умудрились получить огромные бонусы с одним кабинетом ну это очень хорошо конечно понимаете но по факту эти люди могли заработать намного больше да то есть для этого нужно было бы строить кабинеты да мультикабинеты то есть мы для этого конечно же потом с вами проведем можем отдельный зум да но для этого есть достаточное количество уже видео ну для тех кто только-только вот пришел и не в курсе и вдруг как-то его верхний лидер почему-то не рассказал я просто сделаю краткий рисунок все остальные может уже расслабиться да уже больше какой-то важной информации сегодня не будет итак я просто нарисую и скажу просто обращу некоторое внимание вот если бы мне это сказали бы в самом начале то я бы понимаю что сегодня видишь что я бы избежал каких-то моментов ну больше бы заработал но не упрек ни в коем случае мой верхний лидер я ей благодарен очень сильно она мне много чему рассказала вот но сейчас я вам покажу что я имел ввиду я знаю почему она мне не говорила потому что я заходил с 10 долларами как я говорил да а с 10 долларами не имело смысла строить такого то что я вам сейчас нарисую итак смотрите вот это такая система да так видите которая имеет смысл выстраивать минимум это вот минимум такую систему для чего благодаря ей да деньги вот заходят сейчас я их закрашу деньги мы кладем только в закрашенные кабинеты то есть таким образом вы можете там своих близких родственников или кого-то еще подписать сюда ну это вот имеется ввиду имеется ввиду вот сюда 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 и вот в эти деньги только здесь вот сюда деньги нет необходимости они соберут 5% вот 5% ай маркетинга и вы получите денежки и вам проще будет соблюдать балансы ног да то есть вы вот здесь вот когда вы сюда вот вкладываете да у вас потом легко будет отстраивать и вот эту ножку ну понимаете вот сейчас я вам покажу смотрите в чем особенность в общем если вы хотите построить такой вот скажем максимально прибыльный прибыльную структуру да здесь вот всегда вашу первую линию подписывайте хотя бы через один кабинет это будет ваш кабинет а потом первая линия ваш кабинет первая линия у этого есть большой плюс то что даже ваша первая линия в таком случае кем станет она будет ее бонусный товарооборот ой ее оборот товарооборот будет входить в ваш бонусный товарооборот вот ради этого мы такое делаем видите мы делаем вот этот так я их называю нулевые кабинеты А от них вы уже строите вашу первую линию. Таким образом, те сильные лидеры, возможно сильные, которых вы приведете, на основании же их строится потом вся структура, их обороты будут вашим бонусным товарооборотом. Значит, вы здесь будете получать больше денег благодаря бонусам. Это вот раз момент. И также еще вот здесь, если вы будете таким же образом смотреть, вот эта двойка и тройка, например, от нее тоже потом, когда вы уже со временем, у вас достаточно денег, тоже построен нулевой и под ней кабинетик. Что происходит? Смотрите, вроде бы как первая линия, но благодаря такой структуре, что вы можете сделать? Вы вот здесь вот тоже начинаете получать бонусы. Без сложности. Все. Вот. Это то, что я вам хотел сказать. Это, ну, скажем, тема отдельная общая зума. Вот. Благодарю всех за участие, да. Я думаю, что эти мы еще потом коснемся глубже, если вам будет интересно, темы подсчетов, статистики. А, вспомнил, что еще хотел сказать. Да, очень важная вещь, кстати. Пока вы не ушли, скажу. Смотрите, у нас есть, оказывается, в нашей компании есть человек, который программист, и он создал такую программу статистики. Знаете, в чем ее особенность? Она, в нее не надо вводить логины и пароли. Вот меня самое большое вот это волновало. Когда кто-то создает программы по статистике, то кажется, что нужно вводить логины и пароли, и это я никому никогда не доверю. Но здесь он сделал все настолько гениально просто для подсчетов. Вот если мы с вами сюда заходим и вводим каждую цифру поддельности, открывая статистики, разделы и так далее, то там после реинвеста, да, когда вы зашли, сделали реинвест, вы просто раздел, вот всю страницу целиком, нажимаете Ctrl-A, то есть выделить всю страницу. И потом заходите в программу, открываете окно и делаете Ctrl-V. Она сама, программа, все это дело обсчитывает, вносит таблицы. И вот видели, я вам показал только часть расчетов, но на выходе мы все равно получили чистую прибыль, да, прибыль в день, чистую прибыль за месяц. А там еще будут и графики, то есть благодаря тому, что, смотрите, там будет такой график, в котором будет видно, да, в котором видно, как растут ваши доходы. Знаете, как это интересно, правильно? Вот я прям очень обрадовался, когда увидел, как он все это реализовал. Да, вот я ему вопрос задавал много, он очень такой, знаете, подходит хорошо, устанавливает сам программу, помогает, консультирует и рассказывает, как там все это настроить. И показывает, где какие отчеты, да, и что хорошо. То есть вы смотрите, месяц за месяцом проходит, и вы видите, как ваша прибыльность, ваши доходы растут в месяц. То есть, образно говоря, ваша зарплата, если вы привыкли оперировать такими понятиями, да, то вы видите, как ваша зарплата растет. Вот, и если кто-то у вас даже и спросит, слушай, а что ты там зарабатываешь, пришел ты там с тысячей, что там, 5, ну ладно, ну это не прикольно. А вы такие делаете распечатку вот этой схемы, да, то есть отчета, и вы показываете, смотри, как растет мой доход, да. Если кто-то говорит, я на биткоинах зарабатываю, ты знаешь, что вот тут вот я заработал столько, тут столько, но если вы посмотрите на год, биткоин, может быть, поднялся там 3%, а потом опять рухнул, потом опять поднялся, и только если вот вы прям пророк, вы можете предугадывать, вот здесь все круто, тем, что если даже мы сейчас не имеем доступа к выводам, ну временно, да, то наши денежки все равно растут, наши доходы растут, и когда вы получили доступ к деньгам, вы уже понимаете, что вот так, вот там график будет определенный, вы будете видеть, что график доходности не остановился, наоборот еще стал более крутым, потому что мы не выводим деньги, делаем реинвесты, и прибыльность растет еще выше, да, и на выходе только вы выигрываете, вы какое-то время потерпели без выводов, а когда пришло время выводить, вы плюс распечатываете графики, вы друзьям показываете, и показываете, смотрите, видите, какой график, вот так вот растет моя доходность, а вот смотри, видишь, а вот эта цифра, это моя доходность, моя зарплата в месяц по всем кабинетам, я зарабатываю, например, тысячу, две тысячи в месяц, три, ну, у кого какие там, да, кабинеты и так далее, и вы, во-первых, сами видите, что в вашей жизни происходит с финансовой стороны, во-вторых, вам очень легко делать рекламу среди друзей и знакомых или где-то выкладывать скрины вашей доходности, вам уже не надо делать скрины, непонятные скрины кабинетов, вот я делал какое-то время в соцсетях скрины кабинета, там, допустим, да, делал стрелочки, делал, ну, объяснял, что к чему, но, знаете, мне люди, мои друзья говорят, слушай, мы вот понимаем, что ты какие-то там деньги, видно, зарабатываешь, ну, как-то это все сложно, не можем понять, ну, как невозможно понять, все же просто, нет, людям сложно, а вот эта схема будет понятна, они видят, так, январь, 300 долларов, февраль, 350, там, к маю, к июню уже 600 долларов в месяц зарабатывают, слушай, Василий, там, Михаил, мне это интересно, дай мне посмотреть. В общем, если вам такая программа интересна, будет, я вам дам его контакты, или, может, даже форму какую-то, чтобы у него, так как много, кто будет обращаться, да, то есть я его там дергаю, еще там кто-то дергает, у него же время ограничено, да, вы просто сможете написать, он с вами свяжется, а, да, и эта программа, она, ну, как бы платная, это нормально, да, то есть как бы бесплатно мы вот в Excel рассчитываем с вами, да, ну, если вам это интересно, то обращайтесь, и там все я вам расскажу, дам форму, или, может быть, даже разместим это где-то в чате, вот если Алексей позволит, дадим ссылочку, и посмотрите, сколько она стоит, там одноразово, он даже не берет там не вместе ничего, он устанавливается у вас на компьютере, это не облачное решение, вот, он все помогает, настроит, и там даже браузер такой специальный, который, когда вы разлогиниваетесь, он там все зачищает, чтобы никто ничего не мог украсть, то есть он по безопасности спец, устанавливает программу, ну, все, в общем, реклама этой программы тоже закончилась, благодарю вас за сегодняшнее время проведенное, всего хорошего.